Огромный, современный, великолепно оснащенный. Пожалуй, именно таким и должен быть Музей космонавтики в нашей стране. Однако его масштабы впечатляют гораздо больше, чем сами экспонаты. Ведь все мы давно привыкли к космической технике. Сегодня она применяется в самых разнообразных областях жизни. В теле радиовещания и связи, в метеорологии и обороне, в медицине и образовании. Но вся эта система сложилась всего пять десятилетий назад. Мы современники космоса. Космос за ближайшие 50 лет будем отмечать в следующем году. За ближайшие 50 лет и сложился как таковое направление. Поэтому нам легко было относительно приобрести и макет первого спутника, передавали нам предприятия. И последующие экспонаты. Скафандры, спускаемые аппараты и многое другое, что входит в космические экспонаты, отражающие космонавтику. А с другой стороны, мы испытываем некоторые проблемы, потому что современники посещают наш музей. Это конструкторы, разработчики, это ветераны космонавтики, это космонавты. И они приходят, и наши очень строгие судьи. Так ли у нас все представлено, так ли мы показываем, мы рассказываем. Вот в этом плане, я говорю, что нам трудно. Музей современный. Кстати, в создании музея непосредственное участие принял знаменитый конструктор Сергей Павлович Королев. Именно ему принадлежит идея создания музея внутри монумента покорителям космоса. Сам памятник воздвигли в 64-м году, а в 81-м, уже после смерти Королева, внутри монумента, как и планировалось, был открыт музей космонавтики. Музей пережил нас два рождения. О втором я сейчас вам расскажу. А первый был музей создан и открыт для посетителей в 81-м году, 10 апреля. Принял первых посетителей. Второе рождение музея прошло сейчас. Решением правительства Москвы в 2006 году, в марте месяце, было принято решение. Конкретно Лужковым Юрием Михайловичем. Он был здесь и посмотрел на нашу просьбу, чтобы увеличить музей до достойных размеров, так как он достаточно интересен, но незаслуженно мал, чтобы показать нашу отечественную космонавтику, ее достижения, людей, ученых, космонавтов. Правительство приняло решение, чем я уже сказал. И вот за прошедшие годы, после реконструкции в 2007 году, в 2009 году, 11 апреля, музей был открыт вновь. Теперь он имеет у нас площади значительные. Если раньше выставочный зал был всего лишь 800 метров, в котором мы стоим, а общая площадь музея 3000 квадратных метров, то на сегодняшний день мы располагаем площадью общей 8500 квадратных метров и 4300 квадратных метров выставочной площади. Мечты о полетах в космос лелеялись человечеством не одно столетие. Задолго до их воплощения в жизнь появилась наука астрономия. С ее помощью люди познавали Вселенную, любовались далекими планетами. Но добраться до ближайших небесных тел, прикоснуться к ним, тогда еще казалось невозможным. Однако на Землю падали небесные камни или метеориты. И вот эти метеориты, для кого-то они были священными некими такими артефактами, для кого-то это были действительно кладезь научных знаний, но в любом случае всегда относились к ним трепетно. И вот в нашем водном зале сейчас экспонируется выставка уникальная метеоритов, то есть тех самых представителей внеземного вещества, которые когда-то выпали на Землю. Бывают они разные, бывают каменные, бывают железные, бывают смешанные железо-каменные, но в любом случае люди могли прикоснуться к частичке Вселенной, еще до космической эры. А вот дальнейший путь в космос позволил уже непосредственно получить вещество с другого небесного тела и доставить его сюда, на Землю. Запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли ознаменовал начало космической эры. Произошло это 4 октября 1957 года и стало поистине грандиозным событием. Из газет можно было узнать, во сколько спутник будет пролетать мимо того или иного города. Таким образом, каждый советский гражданин мог лично посмотреть на чудо, летящую по небу звезду. Перед вами спутник, тот самый спутник в разрезе. Он совсем небольшой, имеет диаметр 58 сантиметров, массу 83,6 килограмма. Был он запущен на огромную высоту, максимальное удаление было около 940 километров от Земли. Но вы прекрасно понимаете, что столь маленький объект не мог быть ярким на небосводе. Значит, здесь есть какая-то космическая тайна. Действительно, эта тайна, но она долгое время была скрыта, потому что вся наша космическая программа была засекречена. Дело в том, что вместе с спутником в космос вышла и последняя, вторая ступень ракеты-носителя. А она имела уже совершенно другие размеры, 27 метров в длину, около 3 метров в поперечнике и почти 7,5 тонн массы. Почему же об этом еще более великом достижении ничего не говорили? Да потому что ракета была боевая. Ракета межконтинентальная, баллистическая ракета, которая как раз и была носителем для первого спутника. Ну, потом и второго спутника. Рассказать о том, что над всеми странами-континентами летит боевая советская ракета, конечно, тогда было немыслимо. Информация все-таки попала в газеты, но точных параметров этой ракеты тогда, конечно, не могло быть, особенно у жителей зарубежных стран. Спутник летал над планетой и передавал сигналы. На борту не было никаких научных приборов, только различные приборы, которые обслуживали передатчик. Передатчик, передающий сигналы, которые могли бы не только специальной аппаратурой, но и любительской аппаратурой тоже можно было засечь эти сигналы. Эти сигналы и возвестили начало эры космонавтики. Белка и Стрелка. Имена этих собак навсегда вошли в историю. Обычные дворняне стали первыми живыми существами, которые побывали в космосе и вернулись на Землю. Вследствие этого их дальнейшая судьба сложилась очень удачно. Были они столь популярны, что одного из щенков Стрелки даже взяла Жаклин Кеннеди, супруга тогдашнего американского президента. Контейнер, в котором вы здесь видите, белка и Стрелка были только самыми большими его пассажирами. На самом деле там были и мыши, и крысы, и различные растения, насекомые, водоросли, грибы. То есть целый космический зоопарк и космическая оранжерея. Все было очень интересно для ученых, ведь впервые в истории они должны были вернуться на Землю, побывав там. Сама капсула, этот контейнер, находился внутри спускаемого аппарата космического корабля. И на высоте 7 километров при возвращении спускаемого аппарата в атмосфере Земли катапультировался и садился отдельно на парашюте. Через год наша страна отпразднует 50-летний юбилей полета в космос первого в мире человека. 12 апреля 1961 года его совершил Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток». Желаю вам доброго полета! Я желаю один, мы желаем вам доброго полета! Я желаю вам доброго полета! Поехали! Здесь перед вами макет в натуральную величину этого спускаемого аппарата, этого космического корабля. Космонавт, находясь в корабле, облетел вокруг Земли. Это был один виток вокруг Земли. И затем корабль отделился от приборного отсека. Правда, перед этим еще включился двигатель на торможение. И была сброшена первая космическая скорость 8 километров в секунду. После этого корабль вошел в плотные слои атмосферы на высоте 7 километров. Космонавт катапультировался. Космонавт находился в скафандре. И за моей спиной вы можете видеть тренировочный скафандр Юрия Гагарина. Точно в таком же он летал, а в этом тренировался. И, наверное, теперь уже понятно, почему он оранжевого цвета. Поскольку космонавт катапультировался, а не совершал посадку в корабле, то это для более легких вопросов поиска, для поисковых служб. В таком скафандре можно видеть его и на траве, и на снегу, и в любых условиях. Сейчас скафандры такого типа относят к аварийно-спасательным. Несколько позже появились скафандры для выхода в открытый космос. В музее космонавтики можно не только увидеть разные варианты космических доспехов, но и узнать о них много интересного. Чем же интересен скафандр «Орлан»? Дело в том, что космонавт его не одевает, а он в него входит. То есть сзади открывается специальный люк, дверца. И космонавт, который облачен вот в такой вот синий костюм, это костюм водяного охлаждения, он весь пронизан капиллярами, по которым течет вода, и может использоваться для отвода лишнего тепла во время работы за бортом орбитальной станции. Удобен скафандр тем, что очень легко его одеть, вернее, в него войти, и быстро загерметизироваться там. Для того, чтобы войти в скафандр, не нужна помощь. Например, американские современные скафандры такой возможности лишены. Для того, чтобы астронавт одел скафандр, ему нужен помощник, потому что скафандр разделяется на уровне пояса. У нас это не требуется. Космонавт справляется с этой задачей самостоятельно. Скафандр очень удобен, и может до 6 часов космонавт находиться за бортом станции, проводить самые различные эксперименты. Конечно, с началом космической эры первой земному штурму подверглась Луна, как самое ближнее небесное тело. 2 января 1959 года была запущена космическая станция Луна-1. Тогда она называлась Советская космическая ракета. Предполагалось, что она приземлится точно на Луну. Но осуществить это на практике оказалось непросто. Ракета прошла мимо. Время было такое интересное, что даже неудачи могли оказаться удачами, потому что, пройдя мимо Луны, она стала спутником Солнца, стала первой маленькой искусственной планетой нашей Солнечной системы. И журналисты дали ей красивое имя, окрестили ее Мечта. Станция Мечта до сих пор летает вокруг Солнца и будет летать как вечный памятник этим великим событиям. А вот 12 сентября того же 1959 года была запущена станция Луна-2, и она уже полностью выполнила задачу. Она перелетела на другое небесное тело, на Луну, и доставила на поверхность Луны вымпел-вымпел нашей страны, Союза Советских Социалистических Республик. Именно сейчас между тремя крупными кратерами на Луне можно найти обломки этой станции и наш вымпел. Он был сделан специально таким образом, чтобы не разрушился при столкновении с Луной. А место это назвали Залив Лудника. Лудниками называли так за рубежом наши лунные космические аппараты. И в том же 1959 году произошло еще более эпохальное событие. 4 октября 1959 года, ровно через два года после запуска первого искусственного спутника Земли, в космос ушла станция Луна-3. Это был первый космический фотограф, который облетел Луну и сфотографировал всегда невидимую Земли ее сторону. На протяжении веков и тысячелетий люди думали, что же там на обратной стороне Луны. Это стало возможно узнать только в 20 веке, только в 1959 году. И если раньше были только у нас лунные карты, то после полета Луны-3 появился лунный глобус. А в 1970 году с платформы 17-й по счету станции Луна совершил посадку первый луноход. Уникальная машина, управление которой шло с Земли. 300 дней сутки на поверхности Луны. Он выполнял научные задачи землян. Луноход оснащен восьмью колесами, вернее, так называемый мотор колеса. То есть, каждый из колес имел свой собственный электродвигатель. То есть, в случае отказа одного из колес луноход мог двигаться вперед. Однако, отказа не случилось. Все колеса работали успешно. Луноходом управлялись с Земли операторы. Это командир экипажа. Это водитель лунохода. Бортинженер. Это штурман. И это оператор остронаправленной антенны. Вот вы можете видеть эту остронаправленную антенну. Она должна была всегда находиться в направлении на Землю. Какие бы маневры не совершал аппарат по Луне. И поэтому был отдельный человек, который отвечал за это. Это было очень непросто управлять луноходом, потому что сигнал идет от Земли до Луны приблизительно полторы секунды. Ну и на время, когда перекодируется сигнал, там получалось довольно-таки большой промежуток времени. И нужно было предугадывать, что же там впереди ждет луноход. Луноход двигался с двумя скоростями. Первая скорость была один километр в час, а вторая два километра в час. луноход прошел по Луне 10,5 километров. Выполнил очень много самых различных научных задач. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Одним из той более выдающихся достижений нашей страны в космонавтике стало создание космической станции, которая получила название МИР. Станция МИР была запущена в космос 26 февраля 1986 года и проработала на космической орбите 15 лет. Это тоже своеобразный рекорд. На борту ее работали множество экипажей, 28 основных экспедиций, больше сотни космонавтов и астронавтов различных стран. И получилось так, что зарубежных космонавтов было даже больше, чем наших отечественных. Ну, собственно, это позволяет нам назвать станцию МИР первой международной космической станции. Отличие ее от других станций, эта станция была многомодульной, то есть на борту имелось несколько стыковочных узлов, которые позволяли пристыковать к орбитальной станции МИР другие научные целевые модули. Ну, например, астрофизический модуль КВАНТ, на котором даже делались выдающиеся открытия в области астрофизики. Модуль дооснащения КВАНТ-2, на борту которого находился так называемый шлюзовой отсек для выхода космонавтов в открытый космос. Модуль, который назывался КРИСТАЛ, он предназначался не только для технологических экспериментов на борту, но также мог являться портом для подхода нашего разрабатываемого тогда многоразового космического корабля БУРАН. К сожалению, этого не произошло, программа БУРАН была закрыта, и модуль КРИСТАЛ долгое время был портом для подхода американского челнока Space Shuttle. Модуль Спектр это еще один модуль, который предназначался для различных экспериментов. На борту имелось целых 4 солнечных батареи. И модуль природа, модуль, в котором был локатор бокового обзора, который позволял получать информацию о нашей Земле. То есть вы видите, это большая орбитальная станция. На станции МИР было проведено множество уникальных экспериментов, но в 2001 году она прекратила свое существование в безбрежных водах Тихого океана. Однако на основе ее базового блока был создан служебный модуль для ныне действующей Международной космической станции. Еще один уникальный экспонат нашего музея это легендарный советский, а сегодня российский космический корабль. Союз. Первый полет этого корабля состоялся еще в 1967 году, но модификации этого корабля продолжают работать на нашу космонавтику по сей день. Что же представляет собой корабль Союз? Тем более, что здесь он показан в натуральную величину, правда, не все его отсеки. здесь вы видите спускаемый аппарат. Это то помещение, в котором космонавты находятся во время старта, посадки, стыковки, расстыковки и во время перестыковки, когда с одного узла стыковочного космической станции корабль перемещается на другой. Спускаемый аппарат имеет тепловую защиту. Это позволяет ему возвращаться на Землю и благополучно возвращать на Землю экипаж и какие-то грузы. В такой впускаемый аппарат могут поместиться три человека. Наверху вы видите бытовой отсек космического корабля. Это еще одно помещение корабля союз предназначено как дополнительное во время полета к орбитальной станции, который обычно длится двое суток. Там можно и принять пищу, и отдохнуть, и снять скафандры, и так далее, и так далее. На самой вершине бытового отсека расположен стыковочный агрегат. Он позволяет причаливать к орбитальной станции, осуществлять герметичный стык, и затем через образовавшийся люк входят на борт орбитальной станции члены экипажа, который прибыл на корабле «Союз». К сожалению, из-за небольших размеров данного помещения мы не можем представить третью часть корабля «Союз» это приборно-агрегатный отсек. Сегодня «Союз» считается одним из самых надежных кораблей, но вечно работать на нашу космонавтику он, конечно, не сможет. В прошлом году было принято решение о разработке нового космического корабля, который сможет осуществлять полеты к Луне и Марсу. Старт его намечен на 2018-й. Возможно, именно этот год станет очередной знаменательной датой в списке великих космических побед человечества. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова